Друзья, всем привет! С вами Антон Воронков и на канале MyGT.ru Давайте устроим небольшой литературный конкурс Разыграем необычный пресс, обычно мы разыгрываем моторные масла Сегодня мы разыграем худи Худи такая вот кофта, толстовка, которая на мне сейчас надета Кстати, правильно говорить надета, помните простое проверочное правило еще с детства Надеть одежду, одеть надежду Худи, пошив эти худи, мы производим в Новосибирске Это мой собственный бренд, Антон Воронков Эту всю идею мы запустили года полтора назад Столкнулись с большими сложностями Потому что в Новосибирске, в Новосибирске персонал Те, кто занимается кроем людей Те, кто занимается пошивом одежды, непосредственно оборудованием В Новосибирске все это находится в зачаточном состоянии Реально, все плохо В Новосибирске, в общем, с этими вещами К сожалению, к огромному, если что-то делать То делать, конечно, в Москве Но, сами понимаете, что это не совсем удобно Это все надо контролировать непосредственно Поэтому некоторые есть такие нюансы Потом с материалами, материалы мы планировали использовать С премиального качества, нашли европейские материалы Классные ткани, вот фурнитуру, классные ткани Вернее, столкнулись с большими сложностями По поводу ввоза Потому что везти нужно через третьи страны И это все получается по цене очень дорого То есть это будет стоить гораздо дороже, чем Предложения на рынке конкурентные Поэтому, ну, те, кто не занимается профессионально Давно этим они покупают огромными тиражами У них налажены поставки Вот делать это, если сейчас начинать снова Как бы это все очень сложно ввести, дорого Вот, поэтому сейчас ищем возможность ввести ткани Через азиатские страны Вот, это получится сделать, скорее всего Просто над этим работаем Пока выпускаем маленькими, лимитированными партиями Которые ходят у нас сугубо по заказам Так вот, разыграем мы одну из таких вещей Которые мы сделали вот за последние года полтора, наверное Это худи 50-52 размера Вот есть три вариации по принту По принту, вернее, как он выглядит Это вот принт номер один Это принт номер два И это принт номер три Они маленько между собой отличаются Ну и, конечно, это все будет в нашем фирменном пакете В общем, проблема эта с пошивом И, конечно, одежда в России качественная Делать одежду из шипотребной ткани Которая конченная будет вообще И которая будет разваливаться на ходу Это неплохая идея для меня Мне кажется, делать это не стоит И как бы связываться даже с этим Поэтому мы сейчас над этим работаем И в массовое производство еще ничего не запустили Все эти худи, которые мы сейчас шьем Это все экспериментальные образцы Вот на мне сейчас образец, который мы шили год назад примерно Я его нашу год уже, наверное, стирал уже несколько раз Удобный, очень абсолютно нормальный Единственное, что мне маленько не нравится капюшон Как сделан, скроен капюшон именно по крови Но это уже придирки В принципе, некоторым людям нравится, кто его использует Очень теплый, это крайне качественно Классная, реально И единственное, что в помещении работать в нем не очень комфортно Потому что слишком жарко Вот из тех худи, которые у меня сейчас есть Это, наверное, самые теплые Скажем так На улице гулять классно Ну и так, в принципе, удобно Я постоянно, в нем часто бываю Хожу, езжу по всяким встречам и так далее Потому что реально просто удобно Не потому, что где-то хочу показать, что вот там Антон Воронков Варите, а просто удобно Я пользуюсь ежедневно Короче, суть конкурса в чем? Почему он литературный? Хотелось с вами пообщаться И ваше мнение узнать про следующую вещь И это мнение оценить И подарить за это худи Лучшее мнение, которое мне больше всего понравится Человек, который ответит Не ответит, вернее Который напишет свое мнение И это мнение, кажется, для меня наиболее интересным Получит от нас в подарок Вот как раз 52-го, 50-го, 50-го, вернее 52-го размера у нас есть сейчас такие Худи классные Короче, смысл в чем? Периодика В детстве я очень любил читать журналы У меня было постоянно на периодику подписки различные Подписаны я был на науку и жизнь На юный техник Там, вокруг света Что еще у нас было Потом, когда появились автомобильные журналы Это After Review Там, за рулем Автопилот Помните, были Клаксон такие Газеты Вот, это все я выписывал В периодические издания именно подписки были Помните, они присылались Прям привозили их Прям в ваш ящик отпускали Сейчас, наверное, уже такая тема не действует Хотя, может, где-то в селах До сих пор еще работает такая тема подписки В общем, периодические издания Это было единственное Из чего можно было подчеркнуть информацию Какую-то о новинках, которые выходили в мире О машинах, автомобилях и так далее У меня появился первый автомобиль Это был ВАЗ-21 Был 21-06 До сих пор помню Раздолбайски была машина такая У меня еще не было права даже Я купил его и год ездил еще без права Вот, короче, смешная была история Короче, периодика была популярная в свое время Но со временем, когда все цифровизовалось Все ушло в небытие Соответственно, очень печальная ситуация была для журналов Для периодических изданий Которые просто, ну, вздулись, скажем так А у них же остались сотрудники, редакции, авторы Люди, которые занимались в Йоркской То есть целые штаты были в журналах небольшие Причем штаты Это все, конечно, печально было Потому что печатные издания, бумажные Они мне всегда нравились Они как-то больше душевные Вот, те, кто вырос в то время, конечно, помнят Сейчас, конечно, уже не актуальны совсем Ни для кого Ну, жизнь не докова, что какие-то вещи меняются быстро Так вот, издания эти ушли в цифру все Но на то время уже было много цифровых изданий Автономных, самостоятельных Не связанных с периодикой ранней Поэтому им пришлось конкурировать с большим количеством сайтов На которых была информация более актуальная Более современная Более были уже люди продвинутые в этой цифровой сфере И так далее Вот, поэтому сейчас эти журналы продолжают существовать Некоторые из них в цифровом виде И когда на телефоне ты свапаешь в правую сторону У тебя вылазят там предложения тебе по информации Если ты интересуешься автомобильной тематикой У тебя вылазят там предложения по статьям из этих журналов Иногда я смотрю на заголовки статей Ну, что-нибудь типа, знаете С маслами интересуешь, да, маслами Например, разработано уникальное масло для ДВС Которое позволяет, бля-бля-бля Вот, или там, антифризы, все мы победили Антифризы, сейчас можно менять там раз в 10 тысяч рублей Производители, бля-бля-бля Вот в этом плане такие вот статьи Которые явно такие прям, ну, желтые-желтые-желтые совсем Вот, которые не соответствуют никакой совершенно действительности Чисто рекламные Я ради интереса пару-тройку статьи Даже не пару-тройку, побольше читал Начало статьи, понимал, что это ну, как бы такая ахинея Что у меня уши заворачиваются сразу Тем не менее, статьи, они печатаются Так вот, собственно говоря, вопрос мой Посвящен чему, а печатаются почему эти статьи? Понятно почему, потому что, ну, как бы люди зарабатывают деньги Им нужно кормить штат сотрудников, там, редакторов Кто занимается версткой, маркетологов, рекламщиков Ну, короче, надо кормить всех, кто у них в штате есть Поэтому печатают они все, что к ним принесут То, что проплатят, то, что принесут за деньги В этом ничего нет плохого, здесь такая схема по всему миру Абсолютно нормальное явление Просто я хотел у вас узнать, как вы к этому относитесь Читаете ли вы эти статьи И самое главное, доверяете ли вы статьям, которые печатаются Ну, не печатаются, вернее, в данном случае размещаются На данных ресурсах Вот, как вы к этому относитесь Насколько, по вашему мнению, процент проплаченных статей Насколько процент интересных статей, которые действительно научные Действительно, которые интересные Новостные какие-то статьи и так далее Как работают редакторы этих изданий Работают ли они в принципе, или они просто делают Ctrl-C, Ctrl-V ежедневно С переводчиком Google, например, с каких-то источников и так далее То есть, как это все работает, по вашему мнению Потому что у меня времени нет особо этим заниматься Читать и изучать всю эту переводику Сейчас цифровую Потому что, ну, во-первых, я в этом смысла не вижу Потому что знаю, как это все работает И что реальной полезной информации Реальной полезной информации Дам, как вот, знаете, перебирать Когда крупу, несколько крупинок Полезная информация, остальное все это Рекламная, как бы там такая вот вся Масса материала Так вот, как вы к этому относитесь Может быть, вы знаете какие-нибудь смешные статьи Которые выходили в последнее время Тоже приведите примеры В общем, расскажите Насколько вы воспринимаете всю эту информацию Которая размещается в подобных изданиях В российских изданиях подобных Читаете ли вы эти издания Читаете ли вы эти статьи Верите ли вы в эти статьи, вернее И считаете ли вы это правильным Полезным Либо это бесполезная, неправильная Трата собственного времени на это прочтение И причем самое печальное, это не то, что как бы это Печатается, печатается понятно Там все это, реклама То же самое, что рекламу Проплачивать это на Яндексе или на Гугле Неважно Вот, самое печальное, что многие люди В это верят На самом деле Многие люди читают такие статьи И голову себе забивают Я это потом Это все в отражении моих В комментариях, в вопросах На нашем сайте и так далее То есть люди пишут Иногда такую дичь Спрашивают Что по неволе возникает вопрос Откуда вообще Как человеку в голову придет такая вот дичь Вот как вот придет такая дичь в голову А потом читаешь эти вот Слапаешь название статьи И понимаешь, что вот Собственно говоря Отсюда и приходит эта вся дичь в голову В общем пишите свое мнение По этому поводу Давайте эту ситуацию обсуждать Потому что ситуация важная Вот с этой информационной средой Автомобильной Вот которая сейчас у нас Вокруг нас нас окружает Ну беда Прям реально беда, ребят Беда, беда В общем пишите свое мнение Те, кто Человек тот, которого мнение понравится Не больше всего До конца этой недели До воскресенья Давайте до субботы сделаем До субботы Вот получат от нас Худик такой прикольный В нашем пакете фирменум Пишите Спрашивайте Комментируйте Обсуждайте Вот Это все можно сделать На любых наших ресурсах На ютубе На дзене На драйв2 На вк Не важно, где вы напишите Можете просто Как делают авторы Многие Сделать Ctrl-C Ctrl-V Я читаю Все четыре Наши Источника И ютуб И дзен И вк И драйв2 И выбирать буду Произвольно На одной из этих четырех площадок Не обязательно Это будет ютуб Это может быть и дзен Это может быть драйв2 Это может быть Вк Поэтому пишите Там, где вам Просто удобно Это делать И все Все равно буду читать все И самое интересное Отмечу И выберу Из самых интересных Например, давайте сделаем Еще рандомизируем Маленько Сделаем выборку Из самых Например, там Пяти интересных Для меня Сообщений Мнений И из них выберем Как мы обычно делаем В коробочке Одно Одно сообщение Одно мнение Пишите До конца Этой недели До субботы До вечера Это все действует В воскресенье Мы проведем Розыгрыш Я проведу его дома И как раз мы Подарим Это вот Худи Всем пока Редактор субтитров